Всем привет, с вами канал Michael Chess и на днях закончился чемпионат Украины 2019, где победу одержал молодой украинский гроссмейстер Евгений Штумбуляк. На этом турнире он играл впервые, для него это было может быть небольшой сенсацией и для остальных всех, но на самом деле он недавно выиграл чемпионат мира до 20 лет. Молодой парень очень быстро растет, недавно у него вырос рейтинг до 2600 после чемпионата мира и на этом соревновании он показал, что он не собирается останавливаться и будет расти дальше. И вот хотел бы разобрать буквально одну, две партии этого молодого украинского гроссмейстера, где он одержал очень симпатичные победы. Значит, эта партия была сыграна между Павлом Ильяновым и Евгением Штумбуляком и давайте же приступим к ее рассмотрению. Итак, значит, Павел Ильянов играет d4, Евгений d5, в дебюте я особо зацикливаться не буду, конь f3, конь f6, g3, каталонское начало, слон b4, шах, я сам так играл, и слон e7, слон g2, рейкировка, рейкировка и конь bd7. То есть, ну, модное продолжение еще есть c6, например, ферзь d2, b6, ладья d1, слон b7, дальше там белый конь e5 играет, конь fd7 или там слон f4. Ну, такое стандартное продолжение, очень любит играть черными Сергей Корякин, много партий сыграно. Ну, комбо d7, довольно новое продолжение, так играл Магнус Карлсон, довольно симпатично, и самое главное, что черные здесь играют не только на отбой, а как мы увидим, что у черных есть очень активные планы игры в дальнейшем. Значит, ферзь c2, Павел Ильянов играет, конь e4. Да, смысл заключается в том, что черные в какой-то момент смогут надвигать пешки на королевском фланге. Значит, слон f4, пока что это все теория, c6, и Павел Ильянов сыграл h4. Да, то есть, это основное продолжение, препятствовать ходу g5. Значит, почему? То есть, ну, можно было бы сыграть и ладья d1, то есть, можно и так играть. Тогда черные играют g5. Идея в ходе конь e4 в том, чтобы надвигать эти пешки, значит. Король немножко ослабляет с черных, но на самом деле у черных есть инициатива на королевском фланге. То есть, слон c1, f5, например, ну, могло возникнуть это продолжение. То есть, b6, b3, слон b7, слон b2, ну, такой вот со спокойной игрой. Черный там слон f6, к примеру, играют. Примерно равная позиция, небольшой, может, перевес у белых есть. Ну, такой символический. Но, значит, Павел Ильянов выбрал вариант h4, ему видней. h6, пока ни у одной из сторон ошибок нету. Конь c3. Да, g5. Такое жесткое продолжение. Да, сказал а, говори, и b. Слон откатывается на e3. В принципе, это правильное решение. Конь идет на d6. Ну, конечно же, не бить коня на c3, меняться не стоит. Нужно отойти конем. Павел Ильянов играет правильно, b3, сохраняя пока давление. Значит, пешку на c4 брать, ну, невыгодно, потому что портится структура у черных. И тут совсем другая игра должна получиться. Значит. И молодой игросмейстер. Евгений сыграл f5. f5. Значит. Ну, давайте посмотрим еще, какие другие продолжения у черных тут имеются. Значит. Компьютер советует ход b5. Конечно, выглядит очень странно, да. Потому что черные хотят и на королевском фланге чего-то добиться, хотят и на ферзевом фланге, да, закрыть позицию, да. Но не получится и там, и там сыграть. Хотя, в принципе, продолжение возможно. Давайте посмотрим, как бы могла продолжиться партия на ход b5. Хотя, конечно, ход с человеческой точки зрения не очень смотрится. Значит. Значит, белые могли бы сбить. Ферзь c1 с давлением на пешку g5. Белый слон начинает нападать. Значит. Дальше. f6. И у белых есть такая симпатичная жертва. cb, cb и конь g5. Дело в том, что черных слишком далеко выдвинутые пешки, но фигуры стоят не самым лучшим образом. Значит, fg и находится еще такой вот удар конь d5. Ну, и тут очень сложная позиция в конце варианта могла бы возникнуть. Ладья f7, слон бьет а8, конь b6, слон g2, ладья h7. Ну, ее трудно оценить, но все-таки, мне кажется, что небольшой перевес на стороне белых, так как атаку создать черным сложно по линии h, а вот по центру они могут и провалиться. Потому что и а4 у белых есть план, и d5 со скрытием слона, ну, или там ферзь c6, не знаю. Ну, тут надо уже смотреть. Но позиция, конечно, я думаю, что все-таки в пользу белых. Да, ну ладно, не будем смотреть лишние варианты. Значит, f5 вполне нормальный ход. И тут Ильянов делает ошибку. Слон c1. То есть, зачем отводить слона, непонятно было. Вместо слон c1 все-таки лучше было бы сбить пешку. Например, черные берут. И есть несколько вариантов. Ну, давайте рассмотрим такое. Значит, белые играют c5, прогоняя коня. Значит, тут два варианта у черных есть. Сильнейший вариант, наверное, все-таки конь f7. К нем все-таки нужно отойти назад. То есть, там b4, к примеру, короче, g7, b5, ладь h8. Очень сложная игра, потому что вроде как черные многое добились на королевском фланге. У них идет атака. Но поставить пока мат сложно. А оценка примерно около нуля. Хотя, в принципе, позиция черных очень-очень симпатичная здесь. Значит, ну, на c5 не нужно играть конь e4. Это нужно понимать или знать. Потому что белые могут сбить конь e4, d, e. Ну, и такой вот вариант. Просто вам продемонстрирую. Как бы сильнейшая игра за белых и за черных. Конь e5, d, e. Ладья f7, ладья d1. И белые потом скрывают игру. Слон d4. И потом f3. Да. И вот атаку черные не успевают создать. А вот по центру у них позиция не очень хорошая. То есть, после размена. Слон d7, g4. Некая инициатива на стороне белых. Позиция, хотя, еще тут довольно сложная. Ну, белые сыграют король g2. Ладья h1. Все-таки слон d7 не очень хороший. Да, здесь тоже еще борьба. Как бы вся борьба впереди. Но, мне кажется, позиция белых получше здесь. Так, значит, рассматриваем. А, g, а, g. Да. Ну, на коне e4 бить fe совсем плохо. Потому что там белые могут отойти. Просто конь h2. И в дальнейшем после хода f3. Ну, совсем позиция черных плохая. То есть, пешка на g5 их не украшает. Конь, потому что пойти на g4. Отличная позиция для коня. Открывается линия f. Ферзь потом будет стремиться на поле g6. После продвижения f3. Ну, и, конечно же, тут перевес на стороне белых. Так что здесь нужно уже бить de было бы. Ну, вот слон c1. Отступление назад. Это не очень хорошее отступление. И у черных сразу получается перспективная позиция. Значит, gh сразу забирает Евгений пешку. Конь h4. Слон h4. GH. Все форсировано. Но вот здесь король h7. Да. Точный ход, в принципе. И f3. Ну, тоже ход не нравится. То есть, лучше было бы продолжать слон f4. Но и в этом случае у черных имеется некий перевес. Ну, например, там конь f6. И инициатива, конечно же, у черных. То есть, конь идет на e4. Пешка на h4 слаба. Ладя g8. По линии g у черных есть некая активность, которая дает им преимущество. Так как у белых игры особо и нет. Значит, король h7. f3. Да, f3 немножечко слабенький ход. Черных было сильное продолжение. Евгений его, может, не нашел. Ну, хотя, конечно же, он его видел. Потому что первое, что бросается в голову, это сыграть ладя g8. Ну, или сбить пешку. Да. Вот Евгений выбрал все-таки второй вариант. Но сильнейшее продолжение было ладя g8. Давайте посмотрим интересные варианты. Честно говоря, человеку найти их было бы довольно сложно. Поэтому я и понимаю, почему ладя g8 не было сыграно. Значит, cd. И вот здесь у черных есть очень сильный ход. Я думаю, что большинство кандидатов, мастеров, там даже, не думая бы, сбили cd или ed. Да, то есть, ну, соответственно, какой-то пешкой бы сбили белую пешку. Потому что нужно отыгрывать. А вот сильнейший ход здесь конь f6. Дело в том, что у черных есть очень сильная инициатива на королевском фланге. Вот уже есть связка. Сейчас белый-черный добавит коня через поле h5. Ферзя переведут на поле h4 и будут белым ставить мат. Давайте посмотрим просто вариант, как могла закончиться партия. К примеру, ds, он e6. И вот конь h5, ферзя h4. И с дальнейшим бросанием этих черных фигур ближе к белому королю, поэйцы белых становятся все печальнее и печальнее. Значит, e4, к примеру, да, белые играют. Конь h5. Это я уже смотрю чуть ли не сильнейший вариант за белых. То есть, ладья f2. Нужно защищать как-нибудь этого слона. Ферзя h4. Слон a3. Конечно же, не обращаем внимания на коня d6. Конь f4. Ну, и грозная инициатива. Ну, понятно, что если белые будут стоять, даже вот здесь представить. Да, предложите ход за белых. То есть, хороших ходов нет. Убить еф. Ну, это дополнительно еще одну черную фигуру включать в игру. Да, ну, а слон f3, конь f4. Удар, удар. И белый король совсем плохо. То есть, например, ладья g2, ладья g2. Ферзь g2, ладья g8. И белые остаются без ферзя. Ну, бить король g2 как бы тут тоже можно. Но я думаю, что после ладья g8 черный ставят через пару ходов или мат, или опять же потом ферзь h1. Ну, там давайте, ладно, уже покажу. Дают шаг. Там ферзь h1, ладья e2. Ну, одним словом, давайте не будем анализировать. Поверьте, там позиция выиграна. Да, да, можно просто даже ферзь h1, король d2, ферзь d1 забрать. Потом с дальнейшим ладья g2 и так лишнее качество. Ну, позиция выиграна у черных однозначно. Значит, ну, Евгений сбил в эту позицию, значит, вместо ладья g8, все-таки сильнейшего хода. Но он получил ферзь h4. Рискованное продолжение. Потому что у белых тут тоже есть своя игра. Значит, слон a3. Правильное решение. Белые начинают нападать сразу на коня. Ферзь d4. Но зато, как это, смелость города берет. Рискованное продолжение. Может, оно не совсем и правильное здесь. Потому что очень опасная позиция могла бы возникнуть за черных. Но зато, видите, принципиальная сложная игра, в которой белые не разобрались и проиграли. Ладья f2, c5. Ну, тут у белых стал неожиданно перевес. То есть, преимущество. То есть, после cd приходится играть e5, потому что, ну, по центру черные разваливаются. Вот все-таки черные немножко упустили инициативу. Когда вот ладья g8, коня f6, коня h5, ферзь h4, черные бы целенаправленно атаковали бы белого короля. А вот здесь позиция немножечко в центре открылась для белых. Черные правильно, то есть, Евгений бы правильно делал, что запирает эту игру. Но, на самом деле, у белых преимущество. Например, вот e4, все правильно. Ферзь e3, ну, иначе можно без ферзя где-то остаться, да? Например, на fe конь e4, ну, там совсем все плохо, да? То есть, нет, то есть, если fe сбить, там ладья d1, честно говоря. Просто ферзь ловится. Так, стоп, стоп. Да, случайно перешагнул. Значит, c5 бьют, e5, e4. Ферзь e3, ферзь уходит, спасается. Ладья f1. Вот ладья f1, ход не самый хороший. Потому что сильнее был ход слон c1. Вот так вот можно было. Да, то есть, можно было, кстати, повторить позицию. Ферзь e3, слон c1 и сделать ничью. Павлу Ильянову, например. Но, все-таки, даже здесь можно отказаться. Слон c1, ферзь d4, слон b2. Повторение ходов. Можно сыграть ладья f1. После чего у белых инициатива. Ладья g8, слон c1 и f4. Вот, все-таки, в этой позиции у белых есть некая инициатива. Так как по линии g атакует только одна ладья. А вот по центру черные рискуют провалиться. Учитывая еще то, что ферзь на d4 всегда может быть где-то пойман. Его могут и погонять тут. Так, поэтому ладья f1, ход не самый точный. Ферзь f4 правильно делает, что выбегает этим ферзем. Слон у белых преимущество здесь. Но вот в этот момент Павел Ильянов делает еще одну ошибку. Значит, в этой позиции белым стоило сбить пешку на f5. Например, конь f5, конь e4. Конь идет в центр. Король h8, потому что там рентген очень неприятный был. Слон c1, ферзь h4, f4. Опять же, у белых есть некая инициатива. Хотя позиция довольно сложная. Потому что у черных тоже как бы тут и атака будет по линии g. Но все-таки белые фигуры здесь как-то консолидированы. Стоят по центру и позиция их неплохая. Вот слон c1, ход не самый хороший. Ферзь и так собирался идти на h4. Он туда идет. f4, ну а дальнейшая ладья g8. Правильно, перевод ладьи. f1, конь e5. Но, честно говоря, дальше игра идет в одни ворота. То есть у черных просто идет сейчас сильный атака на белых по линии g. По этой диагонали... Ой, по этой вертикали. Да, и позиция белых, конечно, уже нехорошая. Значит, слон f4. Но логичный ход. Выйти слоном, прогнать черного коня. Ферзь f6. Просто ферзь откатывается назад. И черные фигуры не даже на все очень прекрасно стоят. Например, если белый бы сбили на f5 пешку после коня g4. Ладья e2, слон f5. Ну, видно, что черные фигуры стоят просто шикарно. Они почти все участвуют в игре. И скоро сейчас еще ладья c8 включится в игру. Например, после ладья g7, ладья g8. После таких переводов по линии g у черных очень сильная инициатива. Поэтому Ильянов бьет слон e5. Но это, как говорится, уже не спасает белых. Вот, может, кажется, что все еще не так плохо. Вот фигур поровну. Еф. Белые все отыграли. У черных якобы тоже король слабый. Но на самом деле до черного короля добраться белым очень сложно. У черных шикарный. Конь на d6 блокирует пешку. Не пускает белого коня. То есть, фактически, у белых в атаке нет никаких фигур. Потому что слон связан. Конь включиться в игру не может. Ферзь далеко. Даже после f6 короля h8 до короля не добраться. А ладья, ну, что они делают? Они защищают слона в первую очередь на g2. Ну, и дальнейшая игра пошла чуть ли не по первой линии. То есть, ладья g5. Угроза слона f5. Сбить пешку. Потом ладья g8. Ну, и уже добраться как-нибудь до короля. f6. Слон f5, конечно же. Ферзь e2. И ферзь f6. Ну, у черных не только лишняя пешка. У черных еще угрозная инициатива. То есть, как играть белым вообще непонятно. У биг все связано. А у игрок черных очень простая. Ладья g8. Ферзь g6. Потом можно где-то слон h3. Ну, и конец белому королю. Да? Или белому слону. Или все вместе сразу. Конь e4. Поэтому идет ильянов. Но тут чуть ли не форсированное уже поражение. Хотя конь e4 это первая линия. Но уже ничем не помогает. Это белым. Просто конь берет. Слон сбить не может, потому что он связан. Ладья f5. Ну, и тут точный ход. Конечно же, мы не берем ладья f5. Потому что это было бы грубой ошибкой. Да? Там ладья f5. Конь g3. Ну, потому что ладья f5 тут ферзем бить нельзя. И за слон бьет e4. Ну, конечно, зачем вообще эту ерунду разбирать, когда есть простой ход ферзь d4. Правильный ход. Король h2. Конь g3. Да, ну и после этого белым конец. Потому что просто они теряют качество. Там ладья f7. Ну, и тут пару точных ходов еще потребовалось от Евгения. Для того, чтобы довести партию до победы. То есть ладья f7, конечно, не стоит играть. Потому что там размены, шахи, можно потерять коня. То есть ладья g7, ладья g7, король g7. Там ферзь g3. Ну, давайте так. Так, так. Там просто можно ферзь e7 шах. Можно, наверное, забрать коня. Ну, одним словом, конечно, белый побеждает. Ну, а на ферзь g7 можно дать просто шах там на d3, к примеру. Да, и потом ферзем забрать коня. Конечно же, эту ерунду не надо рассматривать. Ладья f7. Но играть нужно точно до конца. Поэтому король h8. Точный ход. Ладья f8. И после хода ладья g8 Павел Ильянов сдался. А я напоминаю, что у Павла Ильянова в пик его формы был рейтинг 2.761. То есть игрок очень-очень сильный. Но вот, смотрите, проиграл просто вот в одни ворота. Причем белым цветом, в таком классическом, таком боевом стиле, его переиграли. Почему же сдался Павел Ильянов? Потому что у белых под боем ферзь, под боем ладья. Ну, например, давайте продолжим партию. Да, если бы Ильянов не сдался, как бы продолжалось бы. То есть ладья g8, ладья g8. Ферзь должен отходить. Заметьте, что ферзь не может отойти с шахом. Что очень плохо для белых. Конь f1, ферзь f1. Услон f1, к примеру. Можно дать шах. Ну, тут много вариантов, честно говоря, как можно выиграть. Ну, например, ладья g8. Да, угрозно ладья g3. Выиграть ферзя или потом поставить мат. Ферзя g6, ферзь g7. Ну, и понятно, у черных еще, кроме того, что лишнее качество, лишняя пешка, у них еще идет атака. И белым пришлось бы в этой ситуации менять ферзей. Ну, а тут уже смотреть вообще нечего. Конечно, такую позицию у любого игрока выиграет даже там перворазрядник. Так, по-моему, партия очень отличная. И хочу отметить, что в сборной скоро могут произойти перемены. Да? Молодое поколение начинает вытеснять более старое. Молодым дорога, старикам почет. Конечно, если примут Евгения Штамбуляка в сборную Украины, а не в сборную Америки. Потому что молодой гроссмейстер сейчас учится в Америке. И, кстати, после отъезда в Америку он стал играть намного сильнее. Его там что-то очень сильно мотивирует. Ну, пожелаем удачи всем. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok